Карамба ТВ представляет Вот это видео сняли мои друзья, поэтому оно супер охуительное и вы его не видели Итак, представьте Соединенные Штаты Америки 60-е Да, все-таки в то время к черным по-другому относились Сейчас бы этот кот достал ствол и начал бы пальбусорить бела дня И на того кота шляпу кинул, йо! Хм, шляпу кинул, неплохо звучит Я думаю, это может стать жаргоном среди уличных бандитов Эй, слышь ты, отхуй на меня палишь, тебе что шляпу кинуть? И кинул Сиджи шляпу Биг Смоуку, и обосрался Биг Смоук, и рипнулся, йо И раз уж мы заговорили про черную культуру, может это кот Майкла Джексона? И именно он подкинул идею лунной походки своему хозяину Ладно, я больше не могу скрывать от вас правду Если вы обратили внимание, то там в темноте есть второй кот И тот, который в шляпе просто переходит на темную сторону Ну это просто охуенно Вот прям обожаю, когда видео подходят под кучу направлений Это и интервью, и алкаж, да еще плюс ко всему оно короткое и запоминающееся А, то есть первый раз водку пил? Естественно Разве не милашка? Вы повнимательнее его рассмотрите А, то есть первый раз водку пил? Естественно Ну просто само очарование Мне безумно нравится вот этот огромный пластырь в виде креста на его голове Почему он такой нелепо мультяшно гигантский? Ему что, нагло упало на ковальне, как в мультике про койота и кукушку подорожника? Да, ребят, вот эта хуйня вовсе не страус, как я думал в детстве Это калифорнийская кукушка подорожника В реале она выглядит вот так Все мои жизни это огромная ложь Дядь-то ведь тоже думал, что это был страус? Естественно Я чувствую твою боль, брат Ну давайте все же вернемся к этому чуваку Ведь серьезно, когда он ответил на вопрос, я ни капли не сомневался, что он правду говорит Вы просто посмотрите в эти наивные глаза А, то есть первый раз водку пил? Естественно Ну по правде мы не знаем, было ли употребление водки причиной того, что теперь у него на голове отмечено, где сокровища спрятаны Возможно полностью вопрос звучал вот так То есть получается ты в 12 лет Первый раз водку пил? Естественно Ну а после этого он 30 лет думал, что он койота и охотился за кукушкой подорожником Пока ему на голову наковальня не упала В общем у этого дядьки такой искренний взгляд и голос, что нет сомнений в том, что он всегда правду говорит Дядь, скажи, ведь у меня правда большой член? Естественно Я ж говорил А еще школьникам после летних каникул этот мужик бы пригодился Пацаны, я этим летом потрахался! Да ладно, что ты несешь и кто она? Да вы не знаете, она из лагеря Ну да! Дядь Саш, скажи им, я ведь правда летом трахался? Естественно А вообще, если после приема пищи у вас бывает отрыжка, не волнуйтесь Это... Естественно Знаете, на видеорегистраторе можно не только аварии и дорожные разборки снимать Иногда на флешку может попасть очень интересный диалог Здравствуй Здравствуй Дай десяточку попить милиции Нет, мне нет А зачем ты пойдешь в магазин воровать? Да Тогда пизды будешь получать Ну да Вот так тебе милиция сказала Мне кажется, она все правильно говорит Если бы вот так каждый раз подходили к бандитам, которые хотят совершить преступление и говорили им Тогда пизды будешь получать Ну да Никаких преступлений бы не случалось Эй, Чикатило, людей будешь убивать? Ага Тогда пизды будешь получать Ну да Ага, ну тогда не буду Но на этом их диалог не заканчивается У бабули есть еще одна угроза в рукаве Сейчас пойдем поваруем Пойдем поваруем сейчас Поваруй, блядь Поебалу получишь Бля, эта бабушка очень крута Ее бы на какую-нибудь высокую должность поставить Чтобы она могла собирать у себя чиновников По очереди каждого запирать в комнате и говорить Поваруй, блядь Поебалу получишь И никаких проблем больше Еще мне дико нравится вот эта ее победоносная походка Прям как герой ушла Прям как настоящая машина Я думаю, все вы помните это видео Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончены Так вот, я походу нашел его жену И она работает учителем в школе Что, простите? Да Но помимо неконтролируемой словарной диареи училки Мне очень нравится ответ девочки, которая снимает Вот реал, грамотный ответ Учительница так долго пыталась поставить вопрос Что было бы очень отстойно, если бы девочка так не ответила Я, конечно, ничего такого не хочу говорить Но, по-моему, училка нюхнула Потому что только это может хоть как-то объяснить то, что ее род не успевает озвучить ее мысли Ну, или она только что вышла из учительской, где коллеги показали ей видео с ее мужем Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончены И увидев ученицу с камерой, сразу же попытался исправить положение опозорившегося на телевидении супруга По-моему, а ты вообще на разрешение снимала? Разрешала, спрашивала всех снимать? Да И у нее это получилось Теперь всем похуй на полицейского, который двух слов связать не может А вот преподаватель, не умеющий выражать свои мысли, это уже поинтереснее Я не удивлюсь, если она русские литературу ведет У нас всегда так Учителя не умеют преподавать у ветеринаров собаки толстые Хотя, может, у них там вообще вся школа такая И задачи их математически выглядят примерно так Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новые видео, и тогда на вас не зайдет благодать Это был Плюс 100 500, меня зовут Максим, пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok